Добрый вечер! Вы смотрите программу Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. И сегодняшний наш разговор пойдет о туберкулезе. В Украине проходит месячник по борьбе с этим достаточно грозным, опасным заболеванием. О том, какие меры будут предприняты в этой связи в нашем городе и какова в принципе эпидемическая ситуация в нашем городе. Сегодня поговорим с гостем студии, которого я с удовольствием представляю. Петр Иванович Патейко, зав. кафедры эфтезиатрии и пульмонологии Харьковской академии последипломного образования. Добрый вечер! Эпидемия объявлена официально несколько лет назад. Насколько я знаю, мониторинг постоянно идет этого процесса, этого состояния. Есть ли какой-то прогресс в преодолении эпидемии туберкулеза в Украине и в Харьковской области в том числе? Эпидемия была обозначена экспертами ВОЗ в 1995 году и все это время считается, что у нас эпидемия в Украине идет. Если говорить о показателях, которые мы имеем на данный момент или вообще которые имели, то нужно сказать, что максимальные цифры заболеваемости туберкулезом приходится на 2003-2005 годы. С этого времени в Харьковской области идет неуклонное, можно так сказать, снижение заболеваемости, примерно в среднем 5% в год. И таким же, не выпал из этой тенденции и предыдущий год, 2012-й, я имею возможность озвучить цифры, которые за эти 2 месяца, 3 месяца, которые прошли уже в этом году, у нас снижение более даже существенное, оно составляет около 10, даже более процентов. Так что этот важный показатель у нас все время снижается. Также снижается и другой важный показатель смертность от туберкулеза. По этому показателю мы одни из лучших в Украине. А если брать интегрально, то мы находимся на третьем рейтинговом месте. В сравнении с тем же 2005 годом мы были на 20-м, на 21-м месте, а сейчас уже третье место. Так что это говорит о том, что у нас по сравнению с другими областями значительно лучше все происходит. А с чем связаны вот эти колебания, которые происходят по уровню заболеваемости? Вы говорили пиковые, 2003-2005 год. Говорят, что туберкулез это в определенной степени социальная болезнь, потому что она больше присуща, скажем, людям с плохим рационом питания, в плохих условиях живут и так далее. 2003-2005 не самые вроде бы плохие годы в нашей истории, бывали и похуже. Та же середина 90-х, когда была начала эпидемии, вроде как гораздо хуже. С чем связано? Да, туберкулез это инфекционное и одновременно социально обусловленное заболевание. Эпидемия началась с развалом Советского Союза. И отголоски набрали и противотуберкулезная служба тоже претерпела целый ряд негативных таких влияний. И, в общем-то, именно эта эпидемия, начавшись в 90-х годах, достигла пика просто в 2005 году. Ну и плюс с 2005 года более пристальное, так я бы сказал, внимание к туберкулезу. В нашей области особенно нужно дать должное и нашей госадминистрации, потому что они действительно очень много сделали. Хочу сказать, что борьба с туберкулезом, если брать медицинскую составляющую, она составляет всего 10%, а 90% это административная составляющая. Поэтому вот как наше руководство, насколько оно заинтересовано в борьбе с туберкулезом, это отражает вот эти тенденции с 2005-го положительные в нашей области. Это несмотря на то, что мы помним, что были достаточно серьезные изменения в структуре учреждения, которое занимается как раз лечением больных туберкулезами, ввиду туберкулезной диспансеры, да, там была передача из собственности собственности, реструктуризация и так далее. Все боялись, что это отразится на эпидситуации. Да, ну слава богу, что так получилось, что наши администраторы оказались, ну такими прозорливыми, что ли, если так можно сказать, потому что даже чего греха таить, даже я сам и мы в те времена выступали, ну так скажем, против некоторых шагов, которые предпринимались. Но оказалось, что правы были профессионалы-администраторы. Ну а то, что касается нас, я хочу сказать, что я отношусь к структуре обучающей. Нужно сказать, что наши эфтезиатры и врачи общей лечебной сети, которые занимаются выявлением туберкулеза, в основном они, с моей точки зрения, наголову выше по своим знаниям и умениям, чем наши коллеги из других областей. Ну у нас база все-таки, конечно, достаточно основательная в нашем городе. Вот к тем 10% успеха, которые лежат на совести медиков, насколько я понимаю, в принципе, как и с любой болезнью, с туберкулезом история такая, что чем раньше диагностировать его, тем легче его, соответственно, лечить. И в этой связи, наверное, самый важный вопрос, вопрос диагностики. Вот в этом отношении до сих пор, уже многие годы, вот эта пресловутая МАНТУ-проба, да, вот это единственное, наверное, которое, ну вообще-то можно вспомнить, да, ну для взрослых была раньше обязательно флюорография, сейчас, по-моему, вообще никто даже и не спрашивает ни в каких ситуациях. Это достаточно вообще-то отражает ту ситуацию, которая есть в современной медицине? Или мы все-таки отстаем от этого? Ну сколько лет уже можно МАНТУ? Хороший вопрос, конечно, очень, но я хочу сказать, что МАНТУ не потеряла своего значения именно в детском, подростковом туберкулезе, без этой реакции не обойтись. МАНТУ для выявления туберкулеза у взрослых не работает, поэтому, то есть она имеет значение при проведении дифференциальной диагностики, с другими заболеваниями, и мы ее, конечно, делаем взрослым, но, к сожалению, ее, как бы, эффективность невысока. А вот то, что вы сказали по поводу флюорографии, регулярной флюорографии, это актуально на данный момент, и, пожалуй, благодаря тому, что у нас в области, именно в области очень много машин флюорографических было закуплено буквально в том, в позапрошлом, в прошлом году, вот выявляемость действительно повысилась. Ну и нужно сказать, что выявляют туберкулез не в тезиатры, а выявляют общая лечебная сеть. Именно их работа, ну, как бы, заслуживает внимания, и у нас два метода есть. Есть метод, это, пожалуй, первый ведущий метод, это исследование мокроты на микобактерии туберкулеза. Этот метод позволяет выявить наиболее опасных пациентов, те, которые распространяют эту инфекцию. Поэтому, и нужно сказать, что вот за последние годы общая лечебная сеть достигла хороших таких показателей по выявлению именно этим методом. Но рентгенологический метод, он как вспомогательный, он не всегда работает специфично, он только выявляет какую-то патологию, а уже диагноз, конечно, нужно подтверждать методом бактериологии. Вот, но с этими технологиями у нас, ну, пока, слава богу, все хорошо. И нужно сказать, что санпросвет, работа, которая проводится, и в общей лечебной сети, и туб-диспансером, которая проводится, ну, позволяет, ну, поддерживать приверженность населения к профилактическому рентгенологическому флюорографическому обследованию. Так что забывать об этом методе нельзя, и один раз в год каждый украинец обязан просто приходить и делать вот это обследование для того, чтобы вовремя выявить туберкулез, ну, и другую легочную патологию, потому что эта технология не только льет воду на мельницу в тезиатрах, так, если можно сказать. Ну, это один из тех долгов, которые, к сожалению, да, вот каждый из нас по возможности пытается отложить, это где-то срабатывает в психологии, ну, во-первых, успеется, во-вторых, не хочу знать. Если что-то есть, я лучше об этом буду только догадываться. Ну, вы же сами ответили на этот вопрос, это неправильно. Это неправильно. Это к своему здоровью нужно относиться соответствующе, известно, что здоровье нельзя купить. Вот здесь есть еще один фактор, который касается, собственно, туберкулеза. Человек, который не живет в трущобах, да, не контактирует с заведомо больными туберкулезом, то есть относится к нормальной социальной, скажем, прослойке, обеспечен, питается хорошо, живет в чистоте и так далее, он не может представить, что, в принципе, его как-то туберкулез может коснуться. У него шансы заболеть минимально, поэтому, собственно, чего бояться-то, правильно? Ну, да. Ну, мы это видим по распределению выявленных больных по городу. Скажем, такие благополучные районы, как Киевский и Держинский, исторически всегда имели небольшую заболеваемость жителей этих районов. Районы там, где преимущественно низкооплачиваемое какое-то население проживает, там буквально в два раза больше заболеваемость туберкулезом. Но это все-таки заболеваемость, туберкулез, это все-таки инфекционная болезнь. Мы эту инфекцию получаем чаще всего в детском и подростковом возрасте, а если мы инфицировались, то уже вероятность манифестации этой болезни во взрослом состоянии, если так можно сказать, она составляет 10%. Поэтому какой бы ни был благополучный человек, он все равно, возможно, на какой-то период снижения его защитных свойств организма, и эта инфекция может поднять с такой вероятностью голову. Тем более, что вроде бы, если не ошибаюсь, все в той или иной степени являются носителями. Ну да, 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 мы примерно к 25-30 годам почти все население, к сожалению, Украины, инфицировано этой болезнью. Просто он не вступает в туберкулез в активную стадию, но он есть внутри физики каждого. Это печально и страшно. А что делать, если поставлен такой очень печальный диагноз, туберкулез у человека, как ему начинать себя вести, к чему готовиться? Ведь есть предубеждение, наверное, основанное на вполне такой нехорошей древней истории, опасении, что если с тобой рядышком живет, или где-то там твой сосед туберкулезник, то это очень плохо. Люди начинают прятать свой диагноз. Надо это делать или нет? Ну, прятать это не стоит. И это трудно сделать, потому что если у пациента выявлен, то есть верифицирован диагноз туберкулеза, то есть выявлены микобактерии туберкулеза в мокроте, то об этом вся медицинская общественность района знает. У нас так поставлена работа. Мы сообщаем о бактериовыделителе. В его жилище приходят, должны приходить и в тезиатры, и участковые врачи, обследуют. У нас есть свои разные классификации очагов туберкулезной инфекции. Она зависит от того, проживают там дети, насколько выражено массивное бактериовыделение у пациента. И у нас таких случаев уклонения есть, конечно, от лечения. В основном это касается маргинальной части населения. А вот как быть с этой частью населения? Предположим, такая вот беда случилась, поселился где-то или вернулся откуда-то, человек, который с активной фазой, например, туберкулеза. Что с ним можно сделать? Мы такого пациента стараемся всеми силами госпитализировать, изолировать от общества здоровых людей и пролечить до тех пор, пока он, по крайней мере, не будет, пока у нее не прекратится вот это бактериовыделение. Людей, которые уклоняются активно, будучи от лечения, ну, в общем-то, скажу, немного, но существуют законы у нас на данный момент. И, насколько я знаю эту статистику, за тот год у нас 15 человек было привлечено по суду к принудительному лечению. То есть есть у нас принудительное лечение, в принципе, да? Да, конечно, у нас есть принудительное лечение. Другое дело, что это, ну, дополнительное, ну, как бы, телодвижение, если так можно сказать, должны делать и сами врачи, и оформление документации, и все. Это, ну, так как это суд, это все официально происходит. Ну, это, ну, препятствием тоже некоторым таким является, но все равно таких людей... У нас, ну, буквально каждый фтизиатр участковый отвечает за своих гуляющих, вот таких, ну, не находящихся в стационаре пациентов, поэтому контроль, ну, пока у нас достаточно неплохой. Особенно вот в условиях города, где, ну, скучность населения определенная есть, легче за такими пациентами их выявлять и их контролировать передвижение. Относится ли туберкулез к тому разряду болезни, который, собственно, уже на всю жизнь, да, вот излечим ли он или придется как-то мириться человеку, который заболел, да, вот как-то все уже, что это навсегда? Несмотря на то, что туберкулез непрестижная, самая непрестижная, пожалуй, болезнь на данный момент, и действительно многие обеспеченные, особенно люди, конечно, в шоке пребывают, когда выставляется им этот диагноз, но, к счастью, это в то же время и хорошая болезнь, она такая двуликая, она излечима, в отличие от диабета, в отличие от, там, стенокардии, там, ну, каких-то целого ряда хронических болезней, там, той же астмы, там, или еще что-то, она излечима. Другое дело, что, конечно, встречаются случаи, когда очень запущен процесс, когда, ну, буквально от легочной ткани остается, там, только одни дырки, если так можно сказать, то, конечно, такой человек, ну, изначально уже не имеет шансов выздороветь полностью. А так, ну, процентов 90 пациентов выздоравливает, ну, просто действительно выздоравливает. А сколько в среднем занимает курс лечения? Курс лечения по нашим стандартам от 6 до 8 месяцев. Стандартный курс лечения для впервые выявлено пациента. Понятно, что это лечение на две фазы делится, есть интенсивная фаза, там, 2-3 месяца, когда человек, пока у него не прекратится бактериовыделение, он принимает, ну, много достаточно препаратов. У нас полипрагмазия, то есть много препаратов принимает пациент. А потом постепенно они на поддерживающей фазе уже значительно меньше, так что и переносимость такого курса лучше. Другое дело, что проблема сейчас существует с туберкулезом мультирезистентом, так называемым, который вызывается микобактериями, которые устойчивы к наиболее активным противотуберкулезным препаратам. Лечить такой туберкулез в сотни раз дороже и труднее, и длительнее. Курсы лечения таких пациентов достигают полтора-два года. Это проблема, она действительно существует во всей Украине, в том числе и в Харьковской области. Может быть, с моей точки зрения, может она не так животрепещуща, как, скажем, на юге нашей страны. И там очень большая проблема. Вот когда у человека острая респираторная вирусная инфекция, это две недели примерно, да, вот ему предстоит болеть, и обходится по ходу в аптеку, ну, где-то, ну, где-то гривен 200, это так, в среднем, да, чтобы отнести, закупить весь пакет необходимый. Для лечения туберкулеза 8 месяцев, это, наверное, колоссальные деньги. Кто платит? Платит во всем мире, цивилизованном мире платит государство. Так принято экспертами ВОЗ, и наша страна выполняет это решение. И препараты, и содержание пациентов в стационарах, все ложится временем на бюджет нашей страны. Вот, поэтому препаратами мы достаточно неплохо, особенно вот последние, там, полтора года, два года хорошо обеспечены. Поэтому, как бы, в этом плане у нас, ну, на данный момент, вот особенно вот сейчас на данный, эти все вопросы отработаны, и поставки препаратов. Так что, слава богу, можно сказать, что это тоже повлияло на то, что мы, что у нас на территории туберкулез идет вспять. Скажите, вот раньше, лет 50-70 назад, самой, наверное, распространенной формой лечения были специализированные курорты. Да, вот сейчас есть ли какие-то программы, которые тоже предназначены для больных туберкулезом в нашей стране? Существуют ли такие учреждения? Существуют. У нас есть местные санатории, есть санатории на южном берегу Крыма, под Одессой есть санатории. И любой пациент, который уже достиг, ну, прекратилось у него бактериево отделение, имеет право поехать в эти санатории и, как правило, едет. Единственное, что в летнее время, ну, некоторое существует, наплыв все равно есть определенные пациентов, и не все могут в летнее время. А вот, ну, вот сейчас, если бы там, пожалуйста, путевок полно, и в наши местные санатории, и в санатории южный берег. У нас полминуты буквально остается до конца программы. Если можно, в двух словах, в пик эпидемии понятно, когда. Когда по прогнозам вашим, по прогнозам наших медиков, сам факт эпидемии перестанет существовать? Ну, целый ряд показателей. Вот по Харьковской области, можно сказать, они уже не внеэпидемические. Вот, хотя по всей стране еще эпидемия сохраняется. Хочу сказать, что ни один прогноз, который в афтезиатрии ставился, не сбылся. Это так исторически случилось во всем мире. Вот, мне хочется думать, что через лет 20-30, наверное, с этим, с этой болезнью, наверное, может быть, удастся как-то расправиться. Ну, срок немалый, по крайней мере, да. И все зависит от того, насколько серьезны будут усилия и врачей, и государства, ну, и, конечно, и всех нас, потому что ответственность за свое здоровье лежит, прежде всего, на себе. Спасибо, что были нашим гостям. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. До свидания. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин